В общем, ситуация такая. Группа граждан в городе Уральске подали заявку в Акимат на проведение акции протеста. Это бывшие участники Семипалатинских событий. Они требовали и требуют, чтобы их признали участниками и чтобы возвратили льготы, а именно пособие, которое предусмотрено для участников Семипалатинских событий. И вот как только они подали заявку на их представителя Айсаутова Максата, который является общественным деятелем, правозащитником, вышли работники отдела внутренней политики города и переговорили. Они предложили им и в том числе представителю провести по этой проблематике круглый стол в отделе социального обеспечения. И вот сейчас в настоящий момент будет состоится круглый стол и посмотрим, что решится по этой проблеме. Семипалатинских событий Давайте почитаем Так, 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 так Право на льготы пострадавшему вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне Утаров Утаров Ну да, вот действительно, вы участники являетесь участниками Ну вот уже собрались представители различных департаментов и начнется скоро круглый стол Сейчас небольшая дезорганизация, непонятно, кто будет проводить круглый стол Вот по словам Айсаута Унаксата, который является представителем, он говорит, что отдел внутренней политики организатор Ну вот уже сколько, минут 20 прошло, да? Все ждут, все торопятся Но скоро люди даже засыпать будут Анкета запроса Здесь Они, пятый вот пункт Какие сведения по ним подтвердить? Непосредственное участие в ядерных испытаниях Требует Теперь Ваш поотвечем Документ войску и часа 13 744 за 84-85 год на хранение Центральной Афины Министерства обороны Российской Федерации не поступили Рекомендую обратиться в Центральный Афины Министерства обороны Республики Казахстан, Усть, Ташкетский город Астана Теперь Ракет-напросто Остана отправили в ВАИКМАТ Получили Вот, артизная справка Приказ командира войску и часа 13 744 Там, другая там Вальдон Сакович, механик, водитель, группа ППР Позиция подготовка ракеты установка Подтверждают Теперь ВАИКМАТ заявляет Непосредственное участие Там не написано Вы в ВАИКМАТ тоже признали в суде Непосредственное Как будет артизка и сам непосредственно? Если ВАИКМАТ всем артизка справка Участие подтверждается У меня вопрос в ВАИКМАТ Как объяснить непосредственно? Здесь прокуратура нет Я заделал вопрос, прокуратура тоже Они тоже требуют в суде непосредственное участие У нас находится в полигоне Он будет отдельный закон Здесь есть и участники И военнослужащие есть И дети И семьи Это по стандартной платности И в Америке И в Америке И в Америке И в Америке Вы говорите о Лице пострадавших От воздействий Ядерных испытаний В том числе И на авгитете Отпустим ядерю Поставка Отчернонка И в Америке И в Америке Этот закон Регламентируется Указом Президента Имеющий силу закон Сейчас закон Был потужен С 95-го года 29-го 27-го Альгот Для социальной защиты Участник Инвалид Инвалид Отечественной войны И лиц Проравненный к ним Вот Если человек Пострадал Стал инвалидом То Его здесь Он получает Соответственно Законом О Государственном Существу Получает По инвалидности Здесь Справка Которую требуется Определить Инвалиды бывают разные От общего заболевания А может быть Его инвалидность Связана В причине Следственной Есть связь С ядерными Испытаниями Или где-то еще Что-то Он получил Радиацию Только Необязательно С ним платить По любому Поэтому Нужна Определиться А Инвалиды Все инвалиды В том числе От общего заболевания Получают еще и Специальные Государственные Пособия Тоже выплачиваются Разных размеров От общего заболевания Поменьше А Лица Которые В данном случае Лица Которые Показывают Следственную связь Получение Инвалидности С Прохождением Службы Службы Радиацию Службы Если Это Врачи Доказывают Он Приравнив Участник 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 Представил Справку Он Принимал Участие В ядерных Учениях Значит Мы Принимаем Участник 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 Так, архивная справка 12 сентября 2016 года С таким происходящим На имя Утарова Центрального аппарата Министерства Борова Российской Федерации Не заливался На сентябрь 2016 года Заведующий Архивы хранилища В. Боев Исполнитель Синицына В штате Центрального аппарата Министерства Борова Российской Федерации Не состоялся Я представляю Общественное Объединение Западно-Казахстанских Союз Воспитаний и Турбетских Домов Занесеевского Алексея Я вот по поводу С Максатом постоянно Вот этим вопросом занимались Часто в судах участвую И вот про его проблем Дело в том, что Ну, не консультируемся Потому что у нас тоже есть и Чернобыльцевоспитатель У нас есть и Палатица Есть там Вот Обращаются к деле И консультируют И они уже сами Делают Решают вопросы Вот вы Представляете Симпоотицу, да? Да Я так понял Чувствуется Компетентно В курсе Разбирается все Понимает И вот он Определяет Что Слово Непосредственно Непосредственно Коллизии Несет коллизии Непонятно Но В то же время Человек Заявляет Что Общая практика Выдавать пособие Вот как он получал Общая практика Там Несколько Тысяч Шестьсот человек Общая практика Такова Что он в эту общую практику Попал Попал Дальше Раз он попал Значит Непосредственно Слово Трактуется Вот эти Четыре зоны Вот в эту Четвертую зону Попала его Горинская часть Четвертая Даже вот Четвертая Крайная Все Это и считается Непосредственно Не Как вы говорите Не Участие В Семпоотицу А он служил Там Участвовал Вот в этой зоне Поэтому Практика общая Именно вот такая Как вы говорите Теперь Вопрос два ставится В парламент Когда обратиться И еще куда Отсутся А Вот Вот Вы как раз Создаете Прецедент Чтобы отобрать Уже у всех На него практиках Будет Единственный Прецедент Прецедент Уже Других областях Будут применять Только из одного слова Непосредственно Нет Нет Стоп-стоп Я сейчас закончу Подождите Подождите Я сейчас Подождите Общая практика Все получают Вы путаете Ничего я не вижу В целом случае Полутару Прописано Фиктивную справку Никто ее не знает Откуда вы говорите Принести справку Оттуда он и приносит А он А потом Назначили все То есть Практика у вас Такая была Вы А потом Вы посылали И практика такая И она вас спрашивала Это ваша практика Это не он придумал А теперь А теперь вы Обвиняете Стоп-стоп-стоп-стоп Это у вас Это у вас Это у вас В Россию мы не посылаем Зачем вы так говорите Вы общественные Вы 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 Ничего не подобного Он Он не придумал Эту справку Это вы Сказали Чтобы он ее принес Понимаете Так Дальше Я сейчас закончу Потом Вы ее признали Три месяца Выплачивали И потом приостановили То есть Вы Находитесь В сомнении И теперь вы Вводите Спорт На вот этот Непосредственно Там еще что-то Идите в суд В суд разбирайтесь Там То есть Получается Что Все Общественные объединения Боекоматы Все вот в такой Непонятной ситуации Находятся Вместо того Чтобы не парламент Не суд Решить А обратиться В генеральную прокуратуру Или в прокуратуру Области Чтобы они Вот эту шестую статью Дали свое Пояснение Как трактовать Вот эту шестую статью Непосредственно Вся Четырехуровневую зону Или же там Первые две Вот это все Если вот эти Прокуратуру пояснить Что надо понимать Как Четырехуровневую зону Тогда У него Как говорится Все останется А вы Как говорится Будете ему Компенсировать Все что Как говорится Заставили Одного человека Через Почему Военкомата И Военкомата И справка Все Военкомат Не может быть Нет 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 Министерство обороны Будет Не военкомат Министерство обороны Что он служил Две справки А вы думаете Еще третий Это Российский Российский Нет Тогда признавайте Казахстанскую справку Все Фальшивые вы не признали Все Вопрос закрылся Вопрос закрылся Демагогии Не надо демагогии Я Наслаждал Не надо А вы не надо Удостоверение Своих Подождите Подождите Удостоверение Затем вы приводите Сложите внимание К теме не относится Сложите внимание Российскую послали За российской справкой А теперь Вы цепляете за нее Вы послали А что я буду слушать Вы сейчас Опять будете повторять Вы повторять Вы повторять Сейчас будете А вы тоже говорите Я вам отвечу Любую социальную выплату Любую социальную выплату Мы принимаем документы По стандартам Которые вы Просите Список документов Есть список Перечень документов Необходимые Для назначения Он и представил Необходимые Для назначения Вот он и представил Вот Там есть перечень Лишнего Ни одного документа Мы не имеем права брать За кожи два Потому что Вот два Говорит человек Два Говорит два Вы все люди Я тоже человек Не надо так говорить Вы нормально Разговариваете Я нормально Говорю Вы хотите заболтать Проблемы Зачем Наружу Это слушать Вот Вот Мальчик Сказал Два 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 Ну давайте То что вы скажете По нему Два 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 Давайте Так Будем Два Давайте Так Два Вот Вы Будете Приходить И за Всех Будем Назначать Ваши Слов Нет Вы Дописываете Российские документы Никто не дописывает Дружи Примяли документы Назначили Это чем Проблема Его или Ваша Пустое Слово Демагоги Я по теме говорю А он мне говорит Демагоги Если вы хотите Просто поговорить Пожалуйста Просто поговорить Он получил Справку С России Он с Министерства Обороны Привез Справку Что действительно Служил Потому что Дали Министерство Казахский СССР Вот у него Он предоставил Все Для них Это должно быть Уже Заставаем Алексей Как вы Многие Доказы Благодарят Да Давайте Коману Коману Они Садятся Они Все Садятся Российские Организации Признал Пусть 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 Значит Продуктивно Продуктивно Давайте Работа Продуктивно Так Пусть Продуктивно Садитесь Давай Давайте Садимся Давай Давайте Садимся вот этих всех событий я не понял где эту справку взять и вообще предоставляли ли вообще такие справки у них там департамент если прецедент у них у них нету такое никто не представлял таких документов у них нет нет никто не представлял вот у них вот такой если вы будете на инвалид оформляться и вот это пособие будет выплачиваться и вот это непосредственно участников справка выдается у них вот такой ответ ну вот чтобы вы получали льготы как непосредственно участник они вас должны приравнять как участник войны для этого они вот эту справку как раз от вас и требуют а вот другие участники сим палачинского они путь они и их приравняли именно к этой категории но приравняли эти только инвалидов и на измолить а остальные они тоже для нас есть объединяем и я показал в бассейне там написано проявлен ветеран великой честной войны понимаете но этого не признает в общем такая правовая коллизия который дает маху и разворот чиновникам чтобы отказывать вам я говорю тогда я был в основе архив архиве астанеевский министерство обороны архиве министерство обороны архив вот это они признают что я был секретной части все признают вот это но они говорят российский федерации нам не выдает секретные вот эту информацию о вас а меня обо мне обо мне не выдает но они признают что я принимал вот это хорошо если бы вас приравняли такие льготы вы бы получали но его льготы у меня эти правила мне у меня вот единственный вот это мне вашего посол вы выдали тринадцать тысяч методов на письме больше ничего не не надо мне не глупка ничего 13000 тенге это примерно 45 долларов если перевести хотя скажешь по этому поводу поэтому буду мы сегодня организовали круглый стол статус себе полотенского полигона здесь окончательный вопрос не решено здесь интересно статья 6 10 это непосредственность там ли конкретно справка должен представить два документа правка архива 2 военный билет мы военный билет получили справка в военкомата проезжающим билет подтверждает что участник участник теперь это справка тоже подтверждает госархива министерство обороны там когда он казахстана подтверждает все теперь бы это справка представлять они пристают там справку должен быть запись должен быть и по совести участие кто дает эту справку страху госархив нет кто дает справку о том что непосредственный участник это выплатной центр спрашивать а кто дает эту справку кто выдает эту справку что непосредственный участник какую какому органу не там не возложены этого просто давай а закон написал гусархив и бейкомат вот они сейчас ссылаются на то что все таки весь камень представления еще на россии что россия должна отдать информацию относительно того участников на или нет но россия не выдает да я так понял связи с тем что это якобы засекречено все и получается замкнутый круг за секрет раз второй вопрос а не отправляет войск сейчас находится это в астанинской архив астанинской архивы получил через маякова архив подтверждать но непосредственно в общем я так понял в общем я так понял ситуацию тогда зарегулировали законами бюрократическими этими уловками что человек в итоге не получает и не может получить эти льготы хотя является непосредственным участник у него все документы на руках но зацепили за то что дайте нам справку что непосредственный участник как бы вот да вот они они понимают они понимают что мы ничего не добьемся и они посылают нас посуда что вот это вот этот замкнутый круг идет тайной вот казахстанский говорит в россии россии в казахстане в итоге мы не находим или они не подбирают ничего а вообще стоит бороться вот эту нищенскую не сумму 45 долларов может быть бросить к черту и матери не родить унижаться перед вами или это принципиальный вопрос и я хочу добиться справедливости вот из-за этого мне вот это 13 тысяч я могу от этого все оплатить в принципе справедливости хорошо все спасибо за спасибо